Пикассо Дали Уорхол Бермеер. Их творения легли в основу фотопроекта «Угадайка». Здесь, в уже известных всему миру образах, выступают совсем юные ростовчане. С детками сложно, конечно, работать, совсем маленькими. Те, кто постарше, они уже сами позируют, им самим интересно, они выживаются в образ. Маленькие, мы от них не добивались полного сходства с картиной, поэтому они просто занимались своими делами, играли, а в процессе уже просто главное было передать суть картины, то есть создать какой-то образ, а то, что там детки показывали, для нас было не важно, главное важно было передать их, сохранить их индивидуальность. Изначально проект «Игра» со временем превратился в нечто большее. Маленькие участники с интересом стали узнавать о своих героях и их авторах. Так 9-летняя Лана не только повторила образ в картине «Зеркало», но и познакомилась с ее историей. Она нарисована художником, он американец, фамилия его Фишер, и он знаменит тем, что он рисует очень красиво американок в начале 20 века. Увидели по-новому не только известные картины, но и собственных детей. Для многих родителей, как, например, для папы трехлетней Златы, выставка стала настоящим сюрпризом. Занималась жена, у которой своя творческая студия. Соответственно, попросили найти деток, и дочка наша тоже туда попала. Картина достаточно известная, и в образе девушки с жемчугом своя дочка. Это очень интересно, просто потрясающе. Я, конечно, был очень удивлен. Все работы сопровождают в забавной подписи. Их буквально за один вечер придумал ростовский дизайнер Роман Черный Кот. Меня пригласили поучаствовать в этом интересном проекте. Мне понравились очень хорошие, качественные фотографии. Детишки молодцы. И, ну, это такое некое мое ощущение. Вот как я это вижу, я прям вспомнил сам детство. Мне очень понравилось. Ну, надеюсь, понравится и всем остальным. Поддержать фотографа и маленьких моделей пришли будущие музыканты из детской школы имени Гнесина. Под руководством лауреата конкурса имени Штайнера Олега Дмитриева они исполняют первую в своей жизни классику. В процессе работы оказалось так, что фотографии получили очень художественные. Такой характер. И сейчас мы можем сказать, что это выставка не просто фотографа, а фотографа-фотохудожника. То есть это тот случай, когда фотография просто качественная и красивая переходит в творческую такую стезю. 25 работ. Именно столько уместилось на стенах небольшого арт-кафе на Горького. Между тем заявки на участие продолжают поступать. А это значит, продолжение проекта будет совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова